Всем хаюшки, ребятушки! С вами, как всегда, Юрикот, мы играем Shadows of Kurgansk, это 12 серия и история путь домой. Наше следующее задание значится как найти площадку. Раз я не могу пройти через ущелье, то нужно привлечь внимание спасателей. Я думаю, что нужно развести огромный костер, а для этого нужно найти подходящее место. Возможно, на вершине скалы где-то я похожее место видел. Ну, конечно, видел, братан. Вот она наша метка. Мы сейчас подходим к этому месту. Выполнена задача найти площадку. Вот оно. Самое подходящее место для моей цели. Уж тут-то костер увидят с вертолета. И как мне сразу не пришла в голову идея с костром? Дружище, мне кажется, не все так просто. Развести огромный костер. Итак, я вижу, тут кто-то уже пытался развести гигантский сигнальный костер. Что ж, раз место найдено, то я сумею соорудить костер. Примечание. Потребуется строительство очага для производства дегтя. Чего, блядь? Какого нахрен дегтя? Я вижу какие-то белые точки. Видимо, мне нужно будет идти. Давайте посмотрим, что вообще нужно здесь сделать. Труд. Труд, понятное дело, мы можем добыть. Во-первых, построить. Окей. А, ну оно построено. 24. Потом нам требуется дёготь, недостающий ресурсы. Построить очаг и зола. Зола нам нужна, да, получается? Хорошо. А где же мне его построить? Где-то здесь прямо построить на вершине, что ли? Я надеюсь, это будет не сложно. Хорошо. Давайте попробуем. Давайте поглядим. Очаг. Обычный очаг. Так, для него требуются камни, что ли? Окей, без вопросов. Где там наш крафт? Вот он, наш костёр. Где-то здесь очаг. О, ребят, а нам нужно очень много всего. 10 угля. Камни. Короче, дохренища всякого хлама. Смотрите. Блин, как хорошо, что у меня хотя бы часть уже чего-то есть. Видите, использовать в интере 8 из 10. Это что? Это труд. Труд нам нужен. Закрыть. Ну, хорошо. Будем сейчас искать тогда камни. Но ещё, наверное, требуется построить просто обычный костёр. Мне кажется, на этом мои приключения, конечно же, не закончатся. Но, тем не менее. Труд. Делаем труд из коры. Наверное, ещё можно сделать, да? Из листьев делаем труд. Хорошо. Значит, один труд у нас уходит вот сюда. Отлично. А сюда, по-моему, тоже труд нужен был, да? Давайте поглядим. Да. Смотрите. Есть такое дело. Закрываем. Просто костёр я могу какой-то сделать для того, чтобы приготовить себе пожрать чего-нибудь. Ведь это необходимо. Построить обычный костёр. Хорошо. Давайте сделаем так. Так. Собственно говоря, труд из листьев. Надо какое-то дерево развалить. Какое-то деревцо. Блин, а тут нифига нет. Нет, что-то есть. Давайте пробовать. Перегрузка, листья, брёвна. Это всё понятно. Это всё нам нужно. Просто необходимо. Возвращаемся назад. Ребят, в игрушке тоже нужно, как вы понимаете, очень много готовиться для того, чтобы что-то сделать. Но тут уж ничего не попишешь. Значит, сюда сделать труд. Вставляем. И топливо. Топливо делается у нас из брёвен. Правильно? Тоже вставляем. Хорошо. Порядочек. Загорелся. И давайте делать залу, что ли. Уголь делать. Печёные яблоки давайте делать. И вот вообще пожрать нужно чего-нибудь. Что нужно здесь? Уголь, собственно. Ещё два штуки. И всего лишь навсего четыре камушка, которые нам нужно где-то найти. Очень интересно, друзья. Наверное, сейчас придётся дождаться всё-таки, пока разведнеется. Потому что как-то, ну, совсем. Не знаю, нафига мне нужна зола. Так. Давайте покушаем, наверное. Ф1. Сытость. Мораль. Порядок. Пока я нахожусь возле костра, со мной ничего плохого случиться не должно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Где камни-то искать? Тут идти и идти, друзья. Самый мать его низ. Зачем я сюда припёрся, непонятно. Так. С очагом практически всё хорошо. Остаётся совсем немножко. Давайте ещё уголь тоже клепать. Почему нет? И давайте глядеть, что же мы можем сделать здесь. Значит, здесь нужно построить очаг для этого всего дела. Но этим же дело-то не ограничивается, друзья. Нужно будет сейчас доставать. О, братан, слышь? Ну, уходи отсюда. Мне не нравится твоя компания. Ты меня как-то вот смущаешь, что ли? Я не знаю. Блин, надо было возле убежища сохраняться, наверное. Какая жесть. Какая мать его жесть. Щёлочь. Щёлочь, наверное, мне не нужна. Топор у меня пока вроде бы в нормальном состоянии. И всё. Больше я сделать ничего не могу. Друзья, я сейчас найду 4 камешка. И мы с вами вернёмся к игре. Ну чё, ребят, нашёл я камушки. Пришлось спускаться опять в то самое место. И как бы вот строится наш очаг для изготовления того говна, который требуется для огромнейшего кострища. Я надеюсь, что сейчас нас никуда не пошлют. Хотя в этой игре всегда куда-то посылают. Очаг. Как мне его не хватало? Я смогу сварить что-нибудь? Окей. Дёготь. Щёлочь. Печёное яблочко. Яблочки мы можем печь где... В смысле дров не хватает? Братан, ты чё? Подождите. Значит, здесь нам необходимо... Дёготь. Да? А из чего он делается? Давайте поглядим. Из коры, что ли? Всего лишь навсего? Ну давайте вот так делать. Вообще не вопрос. Что, может быть имеет смысл добыть ещё дерево? Огромное, мать его, дерево. Зачем я киркой бью? Ведь у меня есть навороченный топор. Сейчас будем топором бить и добудем очень много материала для дёгтя. Хотя такое дерево нам нахрен не нужно, наверное. Но ладно. Попробуем чего-нибудь сделать сейчас. Чуть-чуть совсем осталось. Да и топору чуть-чуть осталось. Давай, давай, давай. Чутка. Опа, пулечки. Смотрите, дерево падает. Дерево, ты не туда падаешь. Твою мать. Так, делаем ещё один дёготь. Кора. У меня есть дёготь. Пахнет как хороший. Ладно, пусть пахнет хоть как-нибудь. Вот это всё забираем. Это всё, всё надо. Всё в доме пригодится, друзья. Так. Давайте уголь сделаем тоже, почему нет. Мне кажется, и щелочь понадобится тоже. Давайте смотреть, сколько у нас его тут есть. Пока один. Пока один, друзья. Один из пяти. Всё это очень долго у нас делается. Ну, ладно. Второй тоже, что ли, готов уже? Хорошо. Да, смотрите, два. В общем, ребят, мы, видимо, снова вернёмся, когда я сделаю весь этот дёготь. Потому что очень много секунд на это всё уходит. Так, ну что, наш дёготь приготовился уже. Это был последний, получается. Остаётся его только сюда вставить. И мы строим охренительный сигнальный костёр. Я надеюсь, что сейчас произойдёт что-то более приятное, чем происходило до этого. Хотя вы сами прекрасно понимаете, как в этой игрушке всё устроено. Тут всегда всё хорошо быть не может. Выполнена задача развести огромный костёр. Уф. Думал, никогда не смогу рожечь этот костёр. Надеюсь, спасатели заметят его. Всё, что у меня осталось, это надежда. Ну, как бы ок. Дождаться спасателей. Я сделал всё, что мог, цену нечеловеческих усилий выжил. Развёл, развёл огромный сигнальный костёр. Мне осталось только дождаться помощи. Глупо погибнуть сейчас. Вертолёт может прилететь в любой момент. Братан, я как-то не уверен насчёт вертолёта. Особенно, когда здесь обитают вот эти вот ублюдки. Тихо! 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 Вот они как раз на этот костёр и сбежались. А-а-а! Бля, вы посмотрите на эту хрень! Их тут просто невероятная тьма, друзья! Они пришли на костёр! Вы же прекрасно это понимаете. Я вообще киркой, что ли, орудуем? Может быть, сделать топор какой? Кирка, простая кирка. Чё с топором-то? Мне не хватает камушка. Камушка мне не хватает. Хотя, в принципе, киркой я могу их и убить. Так, есть явно какая-то проблема с костром. Давай, братан, иди сюда. Будем сейчас с тобой дружить. Как-то, да? Лагает звук. Это очень плохо. Давай, давай, давай. Я тебя киркой сейчас буду бить, братан. Ну, нет, ты, ты, ты говно. Ах ты ж, хорошо. Так, шкура. Рецепт бодрящего отвара мы ещё нашли. Смотрите, у него мяса много. Патроны, банки. Куча всякого хлама. Но там ещё ходит какой-то парень, который мне не очень нравится. Получается, что этими точками у нас обозначены наши костры. Мне просто нужно ждать прилёт вертолёта. Но... Блин, со звуком в игре, друзья, есть какие-то явно проблемы. Малый факел. Что ещё могу сделать? Приманка крысиная. Ммм, интересно. Что это такое? Кремень. Кремень нужно добывать. Давайте, естественно, при помощи кирки с какого-нибудь камня. И мне нужно было это сделать. Так, братишка, а ну-ка расскажи мне. Ты... О-то ты-то мне один! Ребят, ну я не знаю. Мне так не хочется падать вниз. Серьёзно, я же просто нахрен сейчас убью здесь. Почему их здесь так много? Давайте я вот здесь буду спускаться. Ай, твою мать, аномалия! Какого хрена? Так, хорошо. Я вижу камни. С камней я смогу добыть себе кремень. Мы потихонечку сползаем на жопе по скале. Кремень! Кремень мне нужен! Давай, твою мать, быстрее маши этой хернёй! Окей. Так, забираем кремень. И что мы можем сделать? Мы можем сделать топор. Топор мне очень нужен. Я хотя бы смогу хоть как-то с ними тягаться, друзья. Тут просто всё очень плохо, я смотрю. Нож. Я не знаю, у меня есть какой-то нож? У меня есть кирка, у меня есть топор, который могу надеть. У меня есть простая шапка, которую могу надеть. Моток ниток и куча всякого говна. Что-то насчёт обуви. Обувь-то мне тоже нужна. Ну чё-то ничего, да, у нас не графтится тут. Ну понятно, коптильня есть, всякий хлам, грядки даже можно делать. Смотрите. О! Ботиночки! Макосинчики! Сейчас мы их оденем и будем уже немножко лучше себя чувствовать. Вот, видите, всё у нас, всё в сборе, всё круто, всё классно. Ах, а чё делать-то? Идти воевать с этими ублюдками? Мне бы лук какой-нибудь сделать. Что насчёт лука, кстати? Могу ли я его замутить? Верёвка. Верёвка это хорошо. На лук у меня ничего нет. Верёвка. Может быть в другом месте где-то что-то такое есть. Луковая. Здесь палка кумит. Блин, я хочу металлический топор, кстати. Это же реально крутая тема. Ёпте. Блин, снова далеко идти. Чё-то как-то нифига здесь нет. Не добывается. Мухоморы одни растут. Ну ладно. Ну вот с тобой нужно подружиться. Мне нужно идти наверх, видимо, расчистить площадку от всяких зомбарей. Так, шерсть взял. Хорошо. Правильно ли я иду? Нет, неправильно. Мне нужно идти сюда наверх. Блин, и казалось бы, скала так близко, а пойти я к ней не могу. Представляете, как всё херово. Ну давай. Герой. Идём на зачистку. Мне кажется, на вот этой поляне будет до хера всего. Ну, пока я никого не вижу. Пока меня никто не хочет сожрать. А вот лук, между прочим, мне бы как раз и не помешал бы. Так, спускаемся где-то здесь. Кстати, эти камни, я же могу их... Да, я могу с них что-то подобывать. Но пока я этого делать не буду. Просто возьму камешек на всякий случай. И этот камешек возьму. Так, братишка, ну давай. Ты меня увидел уже, да, я смотрю. Или нет? Или не увидел? О, тихо, 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 братан! Уголь, шкура, я возьму. Так, я вижу, что этот чувак что-то от меня хочет. Наверху, наверху двое. Вы не хотите спуститься? Желательно по одному, чтобы я вам дал люлей, нет? Я слышу, кто-то бежит, друзья. Кто-то ходит. Вот с этим, братаном, тоже нужно разобраться. Короче, я сейчас буду убивать, видимо, чуваков. Мне за это будут давать очки. И я, наконец-то, смогу прокачивать себе что-то очень интересное. Так, привет, братан. Главное, главное, напасть на тебя быстро. Ну, чтобы ты ничего не заметил. Хорошо. Хорошо, друзья. Пока живы. Пока живы. Пока живы, а значит, можно особо не переживать. Я просто знаю, что если я... А, ба-ба-ба-ба, братан. Так. Патрон, уголь. Но это еще не все. Там еще у нас кто-то есть. Вижу, 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 братан, вижу. Заткнись, заткнись, заткнись. Хорошо. Гвоздички возьмем. Ну, как бы, и где моя вертушка? Наверное, пока пожарим тушенки. Жрач-то он, как бы, нам всегда нужен, правильно? Здесь вот вообще есть всякие корешки. До стебли, до веревочки и все такое. Вот, видите, печеный корешочек можно сделать. Мне что, нужно к костру подойти теперь? Чет сейчас все идет к тому, ребят, что этот костер просто нахер потухнет. И никто нас не спасет, к сожалению. Даже не знаю. Ну, ребят, тогда, как только произойдут какие-то изменения, тогда мы, наверное, с вами и встретимся. Пока не вижу смысла ходить вокруг костра. Просто так. В общем, друзья, для того, чтобы не стоять, построил себе убежище прямо на этой горе. И, как я говорил, да, мы можем прокачать свои способности. Улучшить способность. Убил я 7 врагов. Делаем. Смотрим. 1640. Какая-то здесь другая немножко система выживания. Но мы можем пока вложить только в силу, по сути. Окей, меня это, в принципе, устраивает. Других вариантов нет. Вертушка. Друзья, прилетела вертушка. Выполнена задача дождаться спасателей. Я услышал вертолет. Да, определенно, я слышал звук вертолета. Неужели они заметили мой костер? Ура! Где вертухан? Блядь, куда он упал? Господи. Вертолет терпит крушение. Что это? Что это было? Что произошло? Шум, взрыв. Неужели спасатели разбились? Нужно срочно проверить, что произошло. Возможно, кто-то остался в живых. Нужно рассыскать место падения вертолета. Я вижу, что ко мне идет какой-то представитель местного населения. Твою мать, да сдохни ты уже. Сколько можно-то, а? Так, я прекрасно понимаю, что в этом самом спасательном костре я могу себе замутить крысятинки. 22,6. Было бы неплохо. Слишком часто спать вредно. Посплю еще через сколько-то там время. Не. Хорошо, куда упал вертолет. О, друзья, идти очень далеко. Ну, так как у нас нет вариантов. Не, я все-таки крысу свою заберу. Вкуснявую. Одна секунда осталась всего лишь. Давай, 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 жареная крысятинка. Хорошо. Значит, идти нам нужно куда-то в эту сторону. Главное, не кочеврякнуться. Просто с этой горы. О, ребят, по вот этим вот отбросам лучше не идти. Падает мораль. Твою мать, тихо, спокойненько. Блин, а идти-то далеко. Палочку я возьму, у меня перегруз. Ну, я надеюсь, это не сильно повлияет на мои физические данные. Так, идем. В принципе, можем через поселок пойти. Хотя в поселке наверняка до хренища всяких уродцев ходит. О, какой густой дым. Я сначала подумал, как эта сущность на меня выходит. А это всего лишь навсего дым. Все нормально. Это всего лишь взорвался мой вертолет, который должен был меня забрать. Так, яблочко. Едим. Едим все яблочки. Они у нас просто очень быстро пропадают, друзья. А что случилось-то? Какого хрена? Ну, скорее всего, как всегда. Аномалия какая-нибудь и все такое. Будем подходить с этой стороны. Выполнена задача. Вертолет терпит крушение. Боже мой, как я и боялся. Никто не выжил. Только обломки. О, искать обломки. Нужно покопаться в обломках вертолета. Возможно, я найду что-то полезное. Хотя, судя по всему, мало что уцелело. Но все же, стоит попробовать поискать. Ребят, мне не нравятся эти чуваки. Мне вообще они нихера не нравятся. Куда бежать? Куда бежать? Совет. Эта тварь предпочитает атаковать издалека и сбегать. И убегать. Старайтесь уворачиваться от ее бросков, которые могут сбить вас с ног. Имейте в виду, ее легко уничтожить в ближнем бою. Но я-то прекрасно это знаю. Ребят, тихо, тихо. Оп, я уклонился. Совет. Сон это хороший способ быстро восстановить силы. Вашу мать, какие советы? Дайте мне убить этого чувака. Так, один братан готов. Брр, какая гадость. Еще и кидается. Хотя, если изловчиться и подбежать, то можно ее захреначить. Вот мясо я заберу, пожалуй. Там еще один упырь какой-то ходит. Ребят, активированный уголь. Да, он мне очень нужен. Рецепт мачете. Вау, мачете, друзья. Есть артефакт анаболик. Давай, братан, я тебя одолею. Я же знаю. Хорошо. Хорошо, ребят. Ну, в принципе, все достаточно неплохо. А что насчет артефакта? Где-то тут что-то было. Я просто не понял. Я вот наткнулся на него. Очень странно, на самом деле. Хорошо. Просто идем дальше. Все у нас тут есть. Выполнена задача. Искать в обломках. О, противогаз. Армейский улучшенный. К сожалению, он поврежден. А еще и обрывок костюма. Химической защиты. Чертежи. Да, не густо, не густо. Нужно понять, что со всем этим богатством нужно делать. Строим лабораторный стол. Так, все пострадало при аварии. Я осмотрел противогаз, костюм, защиты. Возможно, я смогу починить их. Нужно восстановить фильтр. Для этого потребуется построить дополнительное оборудование. Лабораторный стол. Кремень забираем. Рецепт тушенки забираем. Селитра. Ну, окей, пусть будет. А где же мне это все построить, друзья? Пофигу, типа, да? Бля, ну нужно где-то делать это все в центре. Я помню, что вы мне говорили, где-то в поселении, да? Лучше это сделать. Или на какой-нибудь площадке. Ну, куда ты намылил свою жопу, говно? Ну, хватит. Дайте мне пожить чуть-чуть. Ладно, ребят, давайте с ним разбираться. Так, спокуха, 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 братан. Так, банку я заберу. О, как меня эти виды уже надоели. Палочки, палочки, палочки нам нужны. Это какой-то мост. Вообще здесь небезопасно оставаться уже так, если по чесноку. Может быть, стоит идти все-таки действительно к этому поселению. Оно находится где-то относительно по центру. Ну, да, наверное, так и сделаем, друзья. Сейчас посмотрим, что нам необходимо для лабораторного стола. Да, не успели мы укрепиться на горе, как снова стоит бежать куда-то еще. Вон наш, кстати, костер пылает вдалеке. А ведь так хорошо-то было, а? Все так хорошо начиналось. Должен был прилететь вертолет, забрать нас куда-нибудь. Но, увы и ах. Это Шедовсов Курганский. Я уже начинаю привыкать ко всякому говну. Кстати, ребят, смотрите. Блин, а почему? На этом доме ничего нет, кроме белой какой-то хероты. Доска. Я не знаю, может быть где-то здесь припарковаться? Давайте посмотрим. Так, нам необходим лабораторный стол. В принципе, наверное, это не самое лучшее место, конечно, для лабораторного стола. Других вариантов у нас нет. Из чего я могу его создать? Хранилище-холодильник, ловушка-крысиная. Вот, нам необходимы гвозди и еще один металл построить. Вообще говно вопрос. Значит. А, у нас и палок даже нет. Значит, гвозди запихнули. Металл у нас один. Гвозди мы можем, в принципе, с забора добыть. Я знаю. Хорошо, вот они, гвоздички. Гвоздички, друзья. Забираем, собираем. Гвозди нам нужны. Так, гвозди у нас все. Теперь нам необходимы палочки. Ёпте. Металл самое... Блять, ну нашел же я себе дерево, да? Такое. Может быть, просто палки можно пособирать где-нибудь. Может быть, куст какой-нибудь разбить. Вот. Это не разбивается, да? О, не, братан. Давай ты немножко ко мне идти. Я лучше вот займусь, наверное, вот этим вот. Хорошо. Дерево упало. Я вообще тут очень тихо. Меня практически никто не видит. Я незаметен. Господи, там кто-то орет, друзья. Там кто-то орет просто каким-то бешеным голосом. А, подождите. Это обработанная палка. Получается, мне нужно построить еще верстак, ко всему прочему. Херовенько. А что тебе нужно? Ну, конечно же, какая-то хрень. Так, гвозди. Ребят, достраиваю все это дерьмо, и мы с вами возвращаемся в игру. Ребятушки, нам остается совсем чуть-чуть. Мы вставляем кусочек железа. И наш лабораторный стол, в принципе, готов. Осталось только дождаться. У нас прошла целая ночь. Дело в том, что к лабораторному столу пришлось еще делать верстак, без которого не делаются вот эти вот обработанные палки. Я смог... Блядь, что это за звук здесь? Следующий день. Выполнил задачу. Строим лабораторный стол. Отлично. У меня есть лаборатория. Я могу не только гнать самогон, но и подготовить все необходимое для исследования. Кстати, похоже, самогон-то как раз и не смогу сделать. О-хо-хо, как ты вовремя, братан. Изучить. У меня есть сломанный противогаз. И, насколько я понимаю, мне нужно починить фильтр, чтобы противогаз функционировал. Нужно понять, как произвести компоненты для фильтра. Примечание. Используйте лабораторный стол для исследования. Дайте мне убить только вот этого говнюка. Хорошо. Сзади никого нет? О, господи. Как же вы меня постоянно... Вот прям... Прям я не знаю, ребят. Это жесткая хрень. Я, по идее, могу наконец-то сделать лук. Как будто бы при помощи этого верстака. Во всяком случае, в том режиме, когда мы с вами играли, все было именно так. У нас нет рецепта лука. Вот в чем, как бы, вся беда, понимаете, друзья. Что насчет... А, мне нужна наковальня для того, чтобы сделать металлический топор. Окей, не вопрос. Изучить. О-о-о-о, да ладно, вы серьезно? Вот это 10 минут я буду это говно изучать. Я тогда хотя бы себе укрытие дострою. Не знаю. Нам необходимы камни, стебель, листья. Что еще? Ф6. Едим корешки. Ф5. Конечно же, тоже скидаем нашего зайчика. О, смотрите, сколько палок. Вот как раз они-то мне и нужны. Порядок. Сейчас быстренько, быстренько все это сделаем. И будем мутить себе камни. Камни, камни, камни тоже нужны. Камни, палки, все. Так. Блядь, я вижу, сзади кто-то бежит. Кто-то несется. Братан, ну давай, на один, на один с тобой выходить. Господи, сколько же вас тут ублюдков, а? Почему с вами так тяжело? Ведь я уже играл. О-о-о, давай, давай. Давай. Пацаны, раз вы хотите со мной тягаться, гвоздик твой, пожалуй, заберу. Раз вы хотите со мной тягаться, не вопрос. Будем тягаться. Только можно было бы это сделать. Кстати, вы обратили внимание, видимо, да, как стоит мое укрытие. Это просто невероятно. Одного камня-то не хватило. И да, палки все. Укрытие нам требуется. Требуется, друзья. Так, камень. Последний камень. А что это валяется тут у тебя, братан? Патрон. Его я, конечно, заберу. Потому что патрон нам всегда нужен. Последнее. Хорошо. Строим, ребят. Строим. В принципе, это очень хорошее место. Хорошая база. Где-то здесь у нас будет стоять с вами костер. Еще, который я сделаю. Ну, не просто костер. А костер, который останется на длительное время. Нет, я не буду пока высыпаться. Мне это не нужно. В общем-то, мне нужно просто взять и дождаться, пока изучится эта херота. Друзья, ну, время идет. Поэтому я не вижу особого смысла ждать миллионы лет. Может быть, я могу чего-то здесь еще изготовить. Давайте попробуем. Я сделал костер. Мне нужен костер, который не будет пропадать. Но они, по-моему, все пропадают. Вот в чем проблема-то как бы. Давайте поглядим. Шапка из коры. Шерстяная шапка есть. Кстати, смотрите, у нее очень все хорошо по физическому урону и защите. Ну, в смысле, в защите как раз таки. У меня там есть шапка одна. Но она херовая. Там что-то 15 на 15. А вот эта шапка мне нравится вообще, да. Давайте посмотрим. Да, видите, у этой шапочки все плохо. Износ 29, физическая защита 10, тепловая защита 10. А здесь? А здесь вообще все классно, смотрите. 30, тепловая защита 0. Нам это и не нужно, в общем-то. А что это за грибочек-то такой тут у нас? Друзья. Мораль плюс 10. Съедобные слабо улучшают мораль. И мухомор плюс 40. Но мы получаем биологического урона 30-40. Ну, ок, ок. Буду иметь в виду, что грибы жрать в Курганске нужно всегда. С этим ничего не поделаешь, друзья. Ну что, я предлагаю пока на этом остановиться. Пока у нас наша шапка чинится. Наверное, увидимся уже в следующей серии. Мы и так в этой серии много чего сделали. Разожгли спасательный костер. Спасатели-то как бы прилетели. Но вот они, собственно, теперь здесь где-то и живут. Херово у них получилось нас спасти. Сделали небольшую базу. Построили целых два станка. Это лабораторный стол, верстак и непосредственно само убежище. Я надеюсь, друзья, что вам понравилась серия. Если это так, ставьте, конечно же, большой пальчик вверх. Если не понравилось, не ставьте или ставьте дизлайк. Спасибо, что посмотрели. С вами был Юрий Кот. А пока всем до новых встреч и до скорого.